Если человек совершил преступление, его судят, его наказывают? Да. Мы с этим спорим? Нет. За грех точно так же идет наказание. Человек согрешил, и наказание обязательно настигнет человек. Это может быть не сразу, это может быть через какое-то время. Дорогие друзья, всем добрый день. Я не удивляюсь тому, насколько ожесточены люди. Я не удивляюсь. Некоторые говорят, как так можно? Я не удивляюсь. Мир лежит во лжи, в жестокости, в клевете. Дьявол настолько ожесточен, потому что мы живем в последнее время, судя по священным писаниям, уже практически немного осталось, чтобы пророчества все. Все свершилось, что написано. Это немного, конечно, может быть продлено на неизвестное количество. Не просто лета, десятилетий, может быть даже столетий нам не дано знать. Но то, что сейчас происходит таких моментов, мир уже знал. И не единожды страшных моментов, когда гибнут люди. Мы не выбираем ни то, где мы родились, ни своих родителей. Мы не выбираем. Да и говорим мы с вами, где родились, там и пригодились. Так получилось, что Украину просто Соединенные Штаты используют. Просто используют. Так получилось. Как любого из нас с вами могут использовать, не спрашивая у нас на то никакого разрешения. Ну, кто на такое даст разрешение? Никто. А дьявол и не спрашивает. Он вторгается в нашу жизнь. Поэтому любое подобное время, любое, оно дается нам в качестве испытаний. И то, что написано, Бог не даст испытаний свыше сил, свыше наших сил, которые можно пронести. Вот эти испытания. Вы сейчас скажете, как можно, когда родители хоронят своих детей? Это испытание, это очень страшно. Если это произошло, значит, родители выдержат, и Господь поможет, и учешет их. А дети на небесах будут уже. А вы сейчас слышу, я вас слышу. Потому что очень часто и эти вопросы задают, и пишут, такие комментарии пишут, такие письма пишут. «А с чего это вдруг я, значит, мои дети могли бы еще пожить? С чего это вдруг вот так вот решено?» А не мы решаем здесь вообще. Все, понимаете, все во власти Всевышнего. И если это произошло, Господь забирает к себе. Причем, если… Я уже говорила как-то, у меня было такое откровение, я не знаю. Я не знаю, но… Почему я не знаю? Я же это слышала. Что значит, ты не знаешь, Наташа? Ну вот ты сама вот что-то говоришь. Я знаю. Я знаю, что если… Если смерть настигает человека по плоти, по плоти, если человек умирает по плоти, внезапно вот либо в катастрофах, либо вот в таких военных действиях, когда человек идет защищать по вере… Вот он очень-очень вот прямо вот верит в то, что он поступает правильно, потому что все, что не по вере – грех. Либо он давал присягу, он должен идти и отдавать долг. И если такое случается, его забирает Господь к себе. Он забирает его к себе в свои обители. Такие люди, дети от внезапных вот таких смертей, они спасены будут. Они будут спасены. А наше с вами пребывание здесь на земле, оно только для этого и дано. Ну как… Не знаю. Почему люди до такой степени упираются? Ну никто из нас, никто из нас не имеет никакой власти. Никакой. У нас есть свобода воли. Свобода воли. Выбрать. Жить с дьяволом, либо с Господом. И все. Вот это нам оставлено. Нам это дано. Потому что Богу не нужны никакие там… Ему нужна наша любовь, наша милость, чтобы мы всем сердцем приняли. Приняли жертву Иисуса Христа, который вместо нас с вами, со всеми взятыми. Вся вселенная, все люди. Он умер за всех нас. Поэтому вот эти два дня, которые нам отпущены здесь пожить. Всего два дня. Мы живем два дня. Сегодня второй. Это для того, чтобы мы с вами родились, а потом пригодились. И все. День на родились, второй день на то, чтобы пригодились. Наше с вами поприще. На что, на что было направлено вообще наше появление здесь на земле? Для чего? Для чего? Промысел Божий. Для чего мы с вами родились? Кто-то же рождается, кто-то не рождается. Я не говорю сейчас о том, кто раньше уходит из жизни. У нас у всех с вами есть свое призвание. Свое призвание. И вот я начала с того, что… Начала с того, что если человек совершает преступление, его судят. И никто даже не вякает. Никто даже не вякает. Но если мы совершаем грех по отношению к Отцу Небесному, который отдал своего сына, вместо нас на крест, заместительная жертва, а потом люди преднамеренно, даже еще и в грудь бьют, как тарзан себя, даже еще своим языком лопотят, что они свою душу продали… Я хочу называть, но страшно вообще своим собственным языком. Либо заведомо зная, что то, чем они занимаются – это грешно, заведомо зная, что то, куда они идут – это не защита, а это конкретно идет против воли Божьей, и люди туда идут. На что человек рассчитывает? На что? Это что, призвание их? Господь призвал их? Человека воля свободная. Он идет. Он выбирает. Он выбирает, потом получает. Вот смотрите, апостол Павел. Он идет в Иерусалим. Вот Господь ему сказал – собирайся и иди. Он даже не знал, к чему он туда идет. Он даже, может быть, не планировал в данное время туда идти. Но в Писании мы знаем, что ему было предначертано, Павлу, что он будет проповедовать и говорить о Христе и простому народу и царям. Вот ему было сказано. И простому народу и царям. Это пророчество. Это его предназначение. Что он будет проповедовать? Он проповедовал, ходил простому народу. А царям как? А как царям-то? А как царям? У нас, извините, к директору-то в кабинет не пробьешься. Ну, министр – это вообще, это что-то запредельное. В лучшем случае там второй, третий заместитель, а то и просто специалист какого-то отдела вас примет. Ну, там, с челобитной какой-то запишетесь на прием. Министр? Да что вы! А царь? Ну, тогда цари, сейчас президенты. Кто у нас примет? Кто? Да никто. И вот, допустим, Павел туда идет, попадает в тюрьму. Попадает в тюрьму. Вы скажете, ну, плохо же это. Причем невинно попадает. Ни за что. Как у нас часто бывает, у нас ни за что бывает попадают люди. Бывают за дело, бывают нет. Клевещут, как там говорил этот Иван Васильевич, шьют дело, да? Бывает такое. И вот для того, чтобы попасть на прием к самому императору, к самому кесарю, апостол попадает в тюрьму. И проходит все инстанции. И везде он проповедует о Христе. Он говорит о Христе. Везде. И никто не берет на себя ответственность. Он же от рождения римский гражданин. Никто не берет ответственность, чтобы его осудить. Все. А передают по инстанциям. Дальше, 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 дальше. В конце концов, его судьбу должен решить сам император, кесарь. И он попадает к нему. Вот таким образом через тюрьму попадает к императору. Это воля Божья. Это воля Божья. Сколько здесь отмерено нам, вот столько мы здесь и проживем. Я несколько дней назад, сын младший спрашивает меня. Мам, как ты себя чувствуешь? У меня… Я не могу переносить, мне тяжело очень. Я могу, конечно, но мне очень тяжело. Я страдаю вот от этих вонючек, ну, которые висят вот в машинах, которые… ароматизаторы. Это все химические. Это все химическое уничтожение человечества через вот эти вот штучки. Это все, опять же, из Америки к нам пришло, и люди вот сами не понимают. Я как-то сюжет снимала, говорила о том, что женщины, которые, если не рожавшие, все время в машине вот они ездят, все время у них эта дура висит, вонючая, они рискуют быть бесплодными. То есть это влияет на то, чтобы не дать женщине зачать, ребенка. То есть все направлено на то, чтобы уничтожить. Все вот то, что вот оттуда, все… Американцы, у них основная цель. Они ненавидят русских, и у них одна задача – любыми средствами нас уничтожить. Любыми средствами. А ведь была когда-то такая страна набожная. А потом все, поехали, 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 и вот все. Когда-то была очень набожная страна. У них даже на их долларах написано, что в Господа мы веруем. Только написать не значит веровать. Надпись осталась, а вот вера-то совсем пропала, потому что люди часто называют себя… Я перестану сейчас называть себя верующим человеком. Не потому что я не верующий человек, я просто перестану это называть, мне Господь сказал. Потому что люди увидят, как я говорю, как я поступаю, как я делаю. Они по моим поступкам, по моим делам поймут, не надо говорить. Он говорит, ты не говори, ты действуй, ты веди себя соответственно. И тогда люди поймут, а говорить не надо. Я говорю, хорошо, хорошо, я не буду. Потому что в очередной раз мы проходили медосмотр, и психиатр там это… Ой, такие вопросы задавала все. Они не понимают, что человек может быть счастлив в любой ситуации. То есть если так, то я психически больная. У них же и так сразу же диагноз. И если я верующий человек, я ему сказала, я просто верующий человек. И тут же я опередила его. Я не дала ему дальше продолжить. Я говорю, давайте я за вас скажу, что сейчас вы хотите мне сказать, что вы пришли к Богу, потому что у вас было огромное количество проблем. Вы об этом хотели со мной поговорить? Он сник, замолчал и подписал мне все эти бумажки там, что я здорова, и я ушла. Но говорить я больше не буду. Господь мне сказал, не говори. Я говорю, хорошо, я не буду. Поступай, живи, живи так, как я тебя учу. Потому что все равно в любом случае ты ошибаешься, ты оступаешься. Я говорю, это правда, Господи. Это правда. Так вот, вернемся к тому, как люди ожесточились. Я не реагирую на то, что пишут такие комментарии. До всех вас москалей, до всех вас все, и ты туда же, и все остальное. Ну, я молюсь за этих людей. Я молюсь за этих людей, чтобы они образумились. Но вы должны понять, мы все должны понять, что каждое трудное время, а простых времен не бывает. Не бывает простых времен. Оно нам дано для определенной цели. И в первую очередь, это проверка наша. Нас проверяет Господь. Нас проверяет Господь. И я сейчас зачитаю вам из Писания. 26 из пророков, ну, по тому, как приходили пророки на землю, 26 пророком был Захарий. И в 13 главе 8 стихе Господь говорит через Захарию. «И будет на всей земле, говорит Господь. Две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней». И вот эта третья часть, которая останется… Я вчера молилась, я вчера читала. И из этой части, которая останется, не все, далеко не все пойдут к Господу. И об этом мы с вами читаем в Откровении Иоанна, 9 главе, то есть последняя книга Библии, апокалипсис. Я прочту вам эту главу. Послушайте. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладези бездны, звезда, которая упала с неба». Это один из любимейших ангелов в свое время, который потом, падши, упал с неба. Из ангела света превратился в падшего ангела тьмы. И дан был ей ключ от кладези бездны. Тогда был дан ключ от кладези бездны. «Она» — звезда эта. Тоже, знаете, мы очень часто это выражение используем. «Ну ты звезда, ну ты звезда». Тоже надо поумерить, попридержать. Звезды небесные — это ангелы небесные. А нам, чтобы здесь светить, для этого не нужно говорить, что я звезда, либо там я ещё что-то как-то. По делам, по поступкам, по нашей речи, по тому, что у нас из источника выходит, из нас. Оскверняет оно нас. Либо мы чистую речь Божию несём в этот мир. Сразу будет видно, сразу, кто мы есть на самом деле. Так вот, она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладези. И из дыма вышла саранча на землю. И дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. Я читала, когда о казнях египетских. Там была саранча, которую наслал одна из казней. Была именно саранча, которая пожрала всё. Это саранча. И там Господь сказал, что именно, если я не ошибаюсь, я посмотрю в Писании и ставлю, если что, сюда. Стих, что именно так Господь такую казнь больше не даст, с такой саранчой. А значит, о какой саранче идёт речь здесь, в книге «Откровение». Я делюсь с вами своими мыслями. Когда всё будет закончено, Господь нам всё расскажет. Вот приду я к нему, Он скажет, а ты была права. Либо, а ты вот тут вот заблуждалась. Но ты молодец, что ты копалась. Что ты копалась, что ты пыталась понять. Но я тебе сейчас скажу, как на самом деле. Вот так и так. Так вот Господь нам сказал, что такой саранчи не будет. А тут вышла из дыма саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. Их смертельные укусы. Они жалю. И тут саранча. Для меня это не что иное, не что иное, как именно клевета, средства массовой информации, СМИ, которые уничтожают человека. Именно жалю. Уничтожает. Человек сам себя уничтожает, если он всё это принимает. Потому что всё ложно вообще, всё вокруг сплошная ложь. Ложь и пропаганда сплошная. И дальше. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. То есть она не тронет. Это саранча. Меня не трогает. Меня не трогает никакая вот эта вот страшная все вот эти вот то, что рассказывают, то, что нагнетают, то, что давят на психику человека. Это будет делаться только тем, кто не имеет печати Божьей на своих челах. То есть без царя в голове живут. Печать Божья. Печать Божья – это жить с царём в голове. С Иисусом Христом. Он царь царей Господь господствующих. А тут люди без царя в голове живут. Не будет печати этой Божьей на челе. Вот она и будет действовать. Эта саранча. Такой прообраз. И дано ей не убивать их, а только мучить. Знаете? Мучить. И ещё и определённое время. Пять месяцев. И мучение от неё, подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут её. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Бог даёт жизнь. Бог её и забирает. И тут уже и орать будут. Смерти захотят, чтобы только не мучиться, но Господь не даст. Господь не даст смерти. За что боролись, на то напоролись. Дальше идёт описание, какая страшная она будет. То есть тут всё, понимаете, всё метафорически. И тут подобно коням, приготовленным на войну. И на головах у неё как бы венцы, похожие на золотые. Как бы. Как бы венцы, то есть водрузили, понимаете, возомнили себя царями, главнокомандующими, вруховными. А венцы как бы, похожие на золотые. А лица же её, как лица человеческие. У этой саранчи. Как лица человеческие. И волосы у ней, как волосы у женщин. А зубы у ней были. Как у львов. На ней были брони, как бы брони железные. А шум открыли в её, как стук от колесниц, когда множество гони бежит на войну. Как же на нас всё вот это, как же давит вот этот информационный лживый поток, постоянная вот эта ложь, как же она давит на человека. Я вчера говорю, Господь, какое счастье, что ты окропил меня кровью, через которую никакой лукавой не пройдёт. Никакой. Кровь Христа очищает и защищает нас. Она не просто очистила от грехов и очищает нас постоянно. По мере того, как вдруг что-то ляпнешь, что-то не то сделаешь, так можно раскаяться. Господь принимает покаяние. Но через кровь Христа никакой лукавой не пройдёт. Он боится её. Он боится её. Иисус победил, победил смерть на кресте. И вот пропущу, вы почитаете сами. Я просто дальше вот шестой ангел из трубин. И дальше, понимаете, освобождают, освобождают, связанных при Великой реке Ефрат четырёх ангелов. Всё до времени. Вот всё до времени. Кто здесь на земле из человеков, из нас, из смертных по плоти, кто, чего, кого может здесь вершить и вторгаться в планы Божии? Никто. И если что-то происходит, значит, Господь допустил это. И Он детей своих сохранил для вечной жизни. Для вечной жизни. Как бы это страшно не звучало. И как бы не страдали сейчас. Я молюсь за всех. Те, которые потеряли своих родных. Те, которые страдают сегодня. Бог утешит вас. Вы выдержите эти испытания. Вы их выдержите, если захотите. А вот те, которые бегут, те, которые бегут, обрекают себя на ещё большие сложности. И вот я чем хочу завершить вот это повествование. К чему? Вот смотрите. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырёх рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имевшего трубу. Освободи четырёх ангелов, связанных при Великой реке Ефрат. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. То есть мы с вами прочитали в пророчестве пророка Захарии, что две части были уничтожены, одна треть осталась. Одна треть осталась. И уничтожены были только лишь потому, что Господь, как тогда Авраам попросил, когда он пошёл уничтожать в саду Мегамору, он сказал, ну может быть там пятьдесят праведников найдётся. Неужели уничтожишь? Он говорит, нет, не уничтожу. А сорок? Не уничтожу. А тридцать? Не уничтожу. Авраам продолжал, продолжал торговаться с Богом. А десять? Не уничтожу, сказал Господь. Но не нашёл. Но не нашёл он в саду Мегамори, кроме Лота, ни одного больше праведника. Так вот он его вывел, а остальное всё уничтожил. Просто уничтожил. Имея на то полное право как Творец. Мы тварны. Он Творец, а мы Его Творение. Соглашаетесь, не соглашаетесь там. Что хотите думайте. Вот что хотите. Мы Творение, а Он Творец. Царь Царей, Господь Господствующий. И день, и месяц, и год, и час приготовить, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем. И я слышал число его. Так видел это Иоанн, апостол Иоанн. Откровение. Через него Бог даёт его. Так видел я в видении коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трёх яз, от дыма, от огня дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их. А хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Я считаю, что это опять же клевета, ложь. Вот это всё. Это не такая война. Сказал, не трогать землю, не трогать, чтобы ничего, никакого вреда не было, ни травинки, ни деревцу, ни цветочку. Как тогда? Информационная война. Как? Какая война? Вот это ложь бесконечная. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв. не раскаялись в делах рук своих так, чтобы не поклоняться бесам, и золотым, и серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в благодеянии своём, ни в воровстве своём. Ничего не показатель. Это книга Откровения 9 глава. То есть мы с вами в середине последней книги Библии. 9 глава. 10 глава. То есть двух третей уже нет. Одна треть. Треть живёт. И то, что всё, вот, освобождены были для того, чтобы пошла следующее. Будем называть это определённой казнью, засовершённое. Идолопоклонство, лжесвидетельство, прелюбодеяние, воровство, чародейство, всё к гадалкам ходит. Сейчас все в гороскопах. Вот вы в гороскоп пошли, вы себя уже частично убили. Убили уже, сами убили, открывая и читая. Чему быть, того не миновать. Чего там читаете? Чтоб вам голову заморочили, вы лучше прочтите Священное Писание, одно из глав. Начните читать. Начните кушать духовную пищу. А не вот это вот то, что. Огонь, дым и сера, выходящие изо рта. Умерла третья часть людей. То есть из этой третьей, третья часть умерла. Из этой третьей. То есть, понимаете, всё время есть остаток. Всё время есть остаток. По какой-то, понимаете, вот, я не знаю, но это на всё воля Божья. Но остаток-то, понимаете, остаток-то опять грешников. Но Господь умер за всех грешников. Он пришёл ради убийц, ради алкоголиков, наркоманов, ради всех вот этих вот супергадалок. Он ради них пришёл, ради грешников пошёл на крест. Чтобы они потом приняли Христа и раскаялись в том, что они делают. Все эти идолопоклонства, все эти чурки, вот эти вот деревяшки, вот эти все. Ну как можно вот взять деревяшку и ей поклоняться? Как можно сотворить этого, тельца вот этого и ему поклоняться, как тогда Израиль, евреи. Вот наш Бог, Он нас вывел из рабства. Вот это золотая, пусть золотая, но железяка. Как можно так поклоняться? Ну как? Понимаю. Вот двадцатый стих. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. А поклонение бесам, поклонение бесам. Каждый раз, когда вы берёте вот рюмку и пьёте, вы поклоняетесь бесам. У меня там говорит, что ну мы там по праздникам, там бокал, там всё. Если это, если это, смотря как, конечно, к этому относиться, если вы не можете не взять второй, то вы поклоняетесь бесам. Ну если вы вдруг, я не знаю, хотя я всё равно эти вещи не оправдываю, но я не исключаю. Ну вот вы взяли бокал вина. Виноградного сухого вина. Вы пили этот бокал. И всё. Если вы тянетесь за вторым, вам уже диктует бес. И вы им поклоняетесь. А зачем? Чтоб веселее стало? А что, другого веселения? А что, по-другому веселиться уже не можем? Вы там, как хотите, друзья дорогие, но не раскаялись они в убийствах своих, не в чародействах своих, не в блудодеянии своём, не в расцвет своём продолжение идёт. И опять же, понимаете, не раскаялись. Это было не уроком. Две трети уничтожены – не урок. Из одной трети оставшейся части прилично уничтожены – не урок. А что нам урок? А что нам урок? Сколько же нам уроков надо? Ну, наверное, надо. Пока будем жить, доживать этот второй день – всё. Уроки, 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 уроки. Мы всё равно с вами, понимаете, мы не знаем до конца. Это сердце человека. Даже вот я… Бог так учит жизнь, мне очень нелегко. У меня очень много искушений, испытаний, постоянных. Постоянных. И когда мне старший сын сказал, ну ты посмотри, ну ты посмотри. Это же проклятие, мама, он мне говорит. Это же проклятие, мама. И начал перечислять всё. Просто если бы я сейчас всё перечислила, вы бы ужаснулись. Я не буду этого делать. На что я ему ответила. Ты знаешь, я счастлива. Я счастлива всем этим испытаниям, страшнейшим этим испытаниям. Я им счастлива, потому что я пока здесь живу этот второй день, я с ними справляюсь достойно. по крайней мере, я чувствую, что я в духе действую в истине. То есть я истинно делаю, поступаю правильно. Я не ожесточаю своего сердца. Я продолжаю любить всех, абсолютно всех. И те, кто живут за океаном. Понимаете, не выбираем мы ни страну, ни родителей, но не выбираем. А то, что власти творят, понимаете, над ними суды Божие. Господь будет их судить, не нам судить, не нам туда лезть. Нам нужно достойно выдерживать всё. И когда мне пишут, что Наталья Викторовна похоронила там всё. Я говорю, солнце моё, держись. Да укрепит тебя Господь. Не давай слабину, не пропускай в себя лукавого. Чтобы ты кричала, где ты Бог? Да ещё некоторые и проклятия шлюк, что только не говорят. Я говорю, держись. Держись, не пускай. Не допускай к себе. Не на йоту, не на грамулечку. Упокой душу. Сына твоего, дочери твоей, брата твоего. Мать, отец, кто кого хоронит сейчас. Дьяволу только и нужно, чтобы через такие страшные испытания, которые проходят люди сейчас, чтобы прокляли. Не могу даже назвать, у меня язык не повернётся. Чтобы ожесточили свои сердца. Ему только этого и нужно. И в этот же самый момент человек теряет. Человек теряет путь домой. Не давайте. Не давайте. Не давайте воле дьявола над собой. Не давайте. Не давайте. Не давайте. И пока есть у нас время, примите Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И да поможет нам Бог Отец, ибо мы к Отцу никогда не придём. Мы не придём к Богу Отцу, пока не примем жертву Иисуса Христа, пока не исповедуем свои грехи, пока не сознаемся во всём. Просто в общей молитве покаяния. Всё, что я делала, всё, что я делал, Господь, прости меня, разве же мы вспомним? Всё, что мы сделали, делали. И ещё не раз споткнёмся. Но это уже не преднамеренные будут грехи. С Духом Святым невозможно уже преднамеренно грешить. А вот справляться с трудностями ещё как возможно, какими бы они ни были, и, казалось бы, невозможно выдержать. Возможно. Возможно. А души умерших до времени, и детей, и взрослых, и пожилых, они уже с Господом. Господь упокоил души их. Они уже с Господом. Не говорите, что вам от этого не легче. Время. Время залечит. Господь утвердит. Пока есть время, нужно раскаяться. Спасибо Господу за это время. Да, я начала говорить и не сказала. У меня давление очень сильно от этих вонючек. Я что-то не видела. От этих вонючек у меня очень сильно... Я ездила в страховую компанию продлять. Карта поменялась. И мне надо было туда поехать. Когда я зашла в этот офис, и когда я первый вдох сделала, как мне стало плохо. У меня была возможность выйти в коридор. Я оставила все документы, паспорт, все договора и сказала. Я говорю, Света, сделайте. Я говорю, я не могу здесь находиться. Она все сделала, вышла ко мне туда в коридор. Я там расписалась. Все это. И это продолжалось у меня два дня. На второй день у меня еще и давление подскочило очень сильно. Я на работу пошла. Просто отвлеклась. Мне некогда было думать о давлении. И работа, она спасает нас. И сцена лечит, когда выходят петь. Всегда говорю, выходи, пой. Выходи. Она вылечит счастье. И труд облагораживает и лечит человека. Я на работе даже не замечала, что мне было плохо. Дома пришла, правда прям. Я четыре часа Рамазан не пришел опять на уроки. Я просто упала на кровать. И оба сына меня давят. Мама примет таблетки, мама примет таблетки. Мама примет таблетки. Я уже лет пять, наверное, не принимаю таблеток никаких. Все есть в природе. У меня есть зеленый чай. Прекрасный чай. Настоящий зеленый чай. Из Китая, из Японии. Даже кто-то сейчас думает, что где потом будет это все. Кто нам эти чаи там привезет. Многие сейчас об этом думают. Вот не будет того, не будет всего. Я об этом не думаю. Вот на сегодня у меня есть. Слава Богу. Этого когда не будет, Господь даст другое. У нас в нашей тайге в Сибирске тоже все есть. Все есть. Сегодня есть у меня этот зеленый чай. Он меня спасает. Я выпила чашку чая зеленого. И лежала, и лежала, не мерила давление. Но на следующий день я встала, засучила рукава и вообще горы свернула. Я столько сделала. Я знала, что мне просто хорошо. Просто хорошо. Но сын и тот и другой, вот ты, как же сказал младший, что ты искушаешь. Ты искушаешь Господа Бога. Как бы не искушай, что как бы вот ты не пьешь таблетки и ты справляешься вот молитвой, там, своими средствами. А при чем здесь искушение? Господь мне дал чай зеленый. У меня есть альтернатива. И я его выпила. И я молилась. Я разговаривала с ним. Я слушала проповеди. И я вышла из этой ситуации. Я вышла из этого состояния без химических таблеток. Я просто к тому, что к этому тоже нужно себя приготовить. И для этого нужно, чтобы было время человеку перестроиться. Потому что самая большая прибыль – это фармакология. Фармакология. Пока наладят производство там в России свое. У нас же сплошь и рядом все таблетки. У нас же импортные. Я помню, как-то я говорила, рассказывала об инсулине, который здесь у нас в России тоже. И его изобрели. И могли бы уже давным-давно иметь свой собственный российский инсулин. Но его, значит, из Соединенных Штатов нам сюда гнали. Сейчас все будет хорошо. Но просто какое-то время, может быть, какой-то кризис будет. Еще что-то. Цены будут непомерные на эти лекарства. Опять все это вернется из-под полы. Опять все эти спекулянты и все остальное. Я не знаю. Может быть. Может и не будет так. Может быть и будет так. Так вот я-то себя, понимаете, я давно себя уже готовлю к этому. Я пять лет уже не ем эти таблетки. Может чуть меньше. Не знаю. Мне кажется, пять. Да пять. Пять это точно. Пять это точно. Потому что я летела тогда, я не знаю, это восемнадцатый, наверное, мой был. Или семнадцатый даже. Я летела в Баку. И обратила внимание, что я не взяла их просто с собой. Я не взяла и подумала, ну, значит, так нужно. И после этого я просто их перестала пить. Я сказала, слава Богу. Так вот, Игорь когда позвонил на следующий день, говорит, мама, как ты себя чувствуешь? Я ему сказала, я ему сказала, говорю, я очень хорошо себя чувствую. Я говорю, ну, ты знаешь, я так устала от этой лжи, я так устала. Я просто устала, чисто физически устала. Я в духе очень сильная, но я физически так устала. Устала от того, что в колледже не хотят учиться, ничего никому не надо. От многих вещей устала. Вот от этой лжи, от того, что люди перестали радоваться. Радоваться тому, что у нас в природе. Радуются только, когда напьются водки. Да, радуются. Потом страдают, обнимая унитаз. Ну, вот от этой вот деградации молодежи, внучке 15 лет, я не могу вообще. Мне это больно все, понимаете. Я говорю, я уже так хочу домой, я хочу к Господу. Игорь мне говорил, мам, ну ты чего, поживи? Я говорю, да поживу, я говорю, поживу. Я говорю, я что, я просто так устала от всего этого. Конечно, я буду жить столько, сколько отмерено. У меня еще и мама, а я ей нужна. Мама долго будет жить, долго-долго будет мама жить. А я ей нужна, просто я так устала, я правда очень устала. Очень устала. Но в духе меня Господь поднимает, и я в молитвах всегда говорю, Господь, дай мне выполнить Твою волю, чтобы прославить Тебя. Дай мне сделать то, что Ты хочешь, чтобы я сделала. Я не хочу делать то, что Тебе не угодно. Я не хочу заниматься какой-то лабудой. Я не хочу. Я не хочу на это тратить драгоценное время, силы, годы. Я хочу делать то, что Тебе угодно, то, что Ты хочешь. Учительство – это, конечно, очень хорошее и угодное дело Господа, потому что я могу евангелизировать, я могу рассказывать студентам об Иисусе Христе. Причем это происходит на переменах, я не трачу учебное время на это. Этого нет, потому что у меня вообще не лимитированные уроки, у меня нет перемен как таковых. Урок заканчивается, я продолжаю. У меня нет такого, что я пошла куда-то есть, кушать или покурить. У меня этого нет. Я начала уроки и так я до последней минуты, пока все уже заканчиваю. Но я знаю, что Бог почему-то хочет особого, еще большего от меня. Я это чувствую. Я это чувствую. Поэтому я молюсь, чтобы Господь мне дал делать то, что Ему угодно. На что есть именно Вы. Для чего я пришла сюда? Для чего апостол Павел пришел? Нести слово простым людям и царям. И через тюрьму он дошел. Он попал к кесарю. И там Ему говорил об Иисусе Христе лично. Поэтому пути Господни неисповедимы. И если кто-то сейчас среди Вас, у кого-то судебный процесс, у кого-то могут осудить, кто-то попадает сейчас в места лишения свободы, это не факт, что это плохо. Не факт. Как бы это ни звучало. Не факт. Он может встретить Бога там. Будет время для ремиссии. От наркотиков, от алкоголя, еще там от чего-то. Не факт, что человек выйдет оттуда чистым, очищенным. Не факт тоже. Не факт. Но есть возможность. Я не исключаю такого. Поэтому будьте благословлены. Что бы ни происходило в Вашей жизни. Принимайте достойно. Все, что выходит из уст наших, оскверняет человека. Не оскверняйте себя. А то, что мне люди пишут, они оскверняют себя. Я не реагирую на эти вещи. Но я молюсь за всех, за всех людей. И за нашу землю. И за нашу землю. И в целе это ее Господь. Каждое утро Он всю систему обнуляет. И этот второй день, который мы с Вами живем, дает нам, чтобы мы пришли и раскаялись, и приняли Его Сына, который умеет за нас. И исповедовали Его своим Господом и Спасителем. И это будет так. Во имя Отца и Сына и Святой Духа. Аминь. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи.